Привет, папа и мамы! Привет всем! С вами программа «Отцы» в студии Тараса Армалаев, Максим Корников. В этой программе мы, молодые отцы, будем встречаться с такими же молодыми отцами, с отцами поопытнее, для того, чтобы перенимать друг у друга опыт. Мы были первым поколением российских детей, которые смогли смотреть по телевидению диснеевские мультфильмы. В 1991 году на главном канале страны начали показывать усиные истории. Одним из главных ритуалов этого сериала было купание Скруджа Макдака в золотых монетках. И то непонимание, та ирония, с которой он сталкивался от своих трех молодых племянников. В российском переводе их назвали «Дилли, Билли и Вилли». Сегодня мы поговорим об отношении к деньгам, о том, что нужно воспитать в детях, как нужно заставить их к ним относиться. К нам присоединился отец троих детей, Михаил Чебаненко. Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Михаил, ну, в общем, дети некоторые уж совсем взрослые, поэтому есть возможность сравнить. У всех ли детей в одинаковом возрасте приходит понимание, что такое деньги, и у всех ли это понимание одинаковое? Все дети разные. У всех, у моих троих, и приходило понимание, и сейчас они понимают это по-разному, и относятся. И меняется это с возрастом. Ну, возможно, с возрастом, а возможно, от того, что друзья как-то влияют к обществу. Какого-то универсального рецепта нет, да? Как каждому ребенку прийти к тому, что такое деньги, что это ресурсы ограничены. Не знаю, мне кажется, они берут пример с родителей, в первую очередь. Ну, с какого возраста вообще приходит это понимание ребенку, что деньги, ресурсы ограничены, что не все себе можно позволить, в конце концов? Это приходит с того момента, когда ты приходишь в Тополя, и после трех часов пребывания в этом парке ты понимаешь о том, что, ну, все, уже пора домой идти. Детки, а почему? Ну, вот так вот, вот так вот получилось. Конечно, они уже понимают, что деньги меняются на какие-то вкусности, на какие-то развлечения. И этим развлечениям, этим сладостям приходит конец, потому что родители перестают давать денег. Ну, то есть приходит конец не деньгам, а все-таки именно тому количеству сладостей, которые ребенок должен съесть. То есть деньги у нас выступают таким ограничителем причины, по которой мы можем остановить то или иное веселье, скорее. Ну, знаете, вот игровой автомат. Ты подходишь к кассе и говоришь, ну, положите мне тысячу рублей на игровой автомат, условно. Буквально тысяча заканчивается через полчаса, и ребенок спрашивает, а почему тысяча, а не две, не три. Ну, может быть так, когда они начинают знакомиться. С ребенком всегда нужно иметь договор. Точно так же, как договор имеют взрослые люди между мужчиной и женщиной, начальником, работником. И по поводу денег в том числе, да, ребенок должен знать, на какую часть суммы он имеет право индивидуально потратиться. Понятно, что через родителей, из родительского кошелька, но когда это известно, тогда не будет вот этих слез и не будет каприз, да, вот тысячи рублей кончились, а я еще ничего не выиграл. То есть договор с ребенком по поводу траты денег. Ребенок должен знать, но он должен знать одну простую вещь, что деньги – это не сама ценность. Сама ценность – это достижение, это игра, это искусство, это красота, это спортивные результаты, ну и так далее, и тому подобное. А с какого возраста, вот, своим детям вы начинали давать деньги? Вот свои деньги, карманные деньги, которые их, которые они сами тратят, как они хотят? Вы не поверите. Я это начал делать полгода назад. Учитывая, что старшему уже сколько? 19 лет. То есть дети и деньги в вашей семье как можно дольше разделены, скажем так? И то я это начал делать, потому что мы сейчас живем отдельно, они в другом городе, я в Оренбурге, и я каждую неделю перечисляю им на карточки. Определенную сумму денег для того, чтобы они могли, ну, как-то их использовать на свои какие-то… Что-то недоверие? Нет, просто у нас как-то в семье к этому никак не относились. То есть если необходимы были деньги, просто об этом говорилось и все. А так, чтобы впрок давать деньги, у нас так не было принято. Возможно, мне тяжело об этом сказать, но действительно мы никогда не давали карманные деньги, такого не было. И если сейчас спросить, вот любого набрать, тебе нужны деньги? Скажет нет. Ну вот, мы как раз спросили у одного ребенка, это Милане, ей 6 лет, и она нам сейчас в интервью расскажет, как она себе представляет деньги. Ты знаешь, откуда берутся у вас дома игрушки? Мы их покупаем за деньги. Да, а где вы их покупаете? В магазин. А ты любишь ходить в магазин? Я люблю ездить в развлекательные центры, а в магазины нет. Нет, да? А ты видела, что в развлекательных центрах тоже на все аттракционы нужно тоже деньги платить? Да. А ты уже понимаешь, что такое дорого и что такое недорого? Дорого – это значит, игрушку покупать не надо. А недорого – это можно купить. Как они выберут деньги? Они бывают бумажные и железные. Мне нравятся бумажные, потому что бывают самые большие деньги бумажные. Вот железные деньги бывают золотые или серебряные, а бумажные деньги, ну, как бы они одинаковые, только числом они отличаются. И вот к нам присоединяется отец прекрасной Миланья – Евгений. Добрый день, Евгений. Рады видеть тебя в студии. Я, наверное, должен рассказать немножко о том, что происходило вокруг того, как записывали это интервью. Дело в том, что Миланья, может быть, пока еще не очень хорошо понимает, что такое рубли, я не знаю, какой курс рублей к доллару или евро, но Миланья очень хорошо умеет торговаться. Дело в том, что я видел, как она договаривалась с Евгением, он ей говорил, я там, с меня мороженое, она говорит, нет, 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 мороженого – это мало, вот это стоит игрушку. То есть у нее как раз понимание, что такое ценность. И как можно… Присутствует. Абсолютно точно. Уже говорили о деньгах с ней? То есть она, в принципе, это все знает, понимаешь? Но вот почему-то, когда появляются люди малознакомые, почему-то о деньгах она, как настоящая леди, да, не хочет заводить разговор. Зачем она же, она же будущая женщина, девушка, вот, а на данный момент, недавно, вот, по поводу понимания денег, да, недавно, раньше была мышка, да, уточила зубы, сейчас в вене моды прилетает зубная фея, вот, но мы решили, что монеты как-то это уже маветон дарить, мы решили подарить супругой там иное количество рублей. То есть она вот приходит с этими 500 рублями и говорит, папа, мама, машину на них купишь? То есть вот понимание, вот, говорит, а квартиру, а квартиру купишь? Ты такая, ну, а конфет сколько можно купить? То есть ребенок меряет деньги именно какими-то такими… Конкретными вещами. Да, конкретными вещами, да, сколько игрушек, сколько конфет, там, сколько… Можно ли квартиру или машину на это купить? Деньги на самом деле цены никакой не имеют. А будем рассуждать как обыватели, а не как финансисты. То есть сама бумажка, она, правда, имеет ценность ровно столько, сколько затрачено денег на ее изготовление. Но мы не об этом. Мы говорим о тех бумажках, которыми мы пользуемся в контексте эквивалента. И вот, если вы дарите подарок к вопросу, что дарить? Если вы дарите подарок, красивую ручку или игрушку, или книжку, или вещь, насильную вещь телесную какую-нибудь, или сами бумажки денег, то помните, если вы начнете дарить бумажки, то это, в принципе, не запрещено, ни конституция, ничем. Да, то поверьте, потом-потом, когда вы станете более зрелым в таком возрасте, и вам будет подполтинничек или чуть больше, а ребенок будет ваши отношения измерять только этими бумажками. Имейте в виду. Ты сказал важную вещь о том, что для женщины деньги должны быть чем-то другим, нежели для мужчины. Михаил, у вас две девочки, мальчик. Есть какая-то разница в том, как должен ребенок относиться к деньгам в зависимости от пола? Ну, конечно, да. То есть это в зависимости от рад. То есть все-таки девочки стремятся себя приукрасить с самого измыльства. И больше всего радуются, когда им дают деньги на то, чтобы купить какое-то платьишко. Если говорить про Аленку, то она совсем у нас, мы, наверное, с супругой называем ее вороной, потому что она заколочки всякие там, нокоточки какие-то, все это ей очень важно. Сыну намного проще. У него... Слушай, а ведь на дочерей наверняка уходит гораздо больше денег, чем на сыновей. Нет, компьютерные игры, всякие танчики стоят тоже недешево. Если возвращаться все-таки к деньгам, как к чему-то, с чем придется столкнуться по-серьезному в настоящей взрослой жизни, когда это нужно начинать объяснять? Все-таки, Михаил, давай попробуем сформулировать. У тебя дети самые взрослые из нас, из всех. Когда вдруг это становится проблемой? Когда ребенок хочет, а ты должен ему отказывать? Как ты ему это объясняешь? Вопрос денег не должен становиться с детства чем-то важным. Я так понимаю? Ну, конечно. Вот если говорить про подарки, то на всех фотографиях, которые я периодически пересматриваю, у меня дома слайд-шоу идет на телевизоре, и я постоянно как бы смотрю от слайд-шоу из прошлого. Ну, не было таких подарков у нас материальных. У нас подарки и всегда слезы детские радости от чего-то такого, что придумаешь и понимаешь, что ребенок это ждет и будет очень счастлив от этого. И сейчас, понимаете, когда ребенок научится дарить эмоции, тогда он понимает о том, что, ну, в принципе, эмоции не стоят так дорого. Это очень важно. А нам бы на премьерах, Михаил, что можно подарить ребенку... Нематериально, чем он был бы рад. Да, чем он был бы рад. Ну, вы знаете, вот я помню очень хорошо, когда я Аленке подарил на день рождения хомячков. Ну, это материально, все равно. Ну, как? Ну, вы же заплатили деньги за хомячков, вы же их не нашли, не поймали суслика в степени, а домашили. Это деньги. Согласен, согласен. Да, но это не такие деньги, которые, ну, например, я не пришел, не купил там куклу Барби с домиком для Барби. Ну, понятно. Которую она наверняка видит в других домах, подругах. Да, кстати, это вопрос. У детей ведь есть определенная мода. Я знаю, там лет 7 назад все девочки с ума сходили от каких-то коняшек. Вот, наверное, не застали. Я даже помню, как называется. Да, у них есть определенная мода. У них есть в детском саду тренды свои. У них есть в школе, что у тебя обязательно должно быть что-то. Евгений, бывает так, что Лиланин приходит из детского сада и говорит, там, у Насти, я не знаю, у кого угодно. Вот есть такая штука, я тоже такой хочу. Ты знаешь, вот до этого не доходит, потому что сейчас есть игры на планшетах, есть все это, и как-то она информацию оттуда все выуживает. И, ну, знаете, мы сейчас живем в таком обществе, когда реально вот, ну, маленькие, они же пожестче друг с другом. Если у тебя такого нет, значит, ты в социуме как бы не уживешься, да. То есть, если ты плохо, там, не так хорошо одет или как-то по-другому себя ведешь, если у тебя нет такой игрушки. Ну, как-то и, в принципе, и у взрослых, да, если у тебя по статусу нет автомобиля. И нам приходится, получается, за это отвечать своим карманом, то есть ты покупаешь ребенку какие-то вещи, которые у них должны быть? Естественно, а как по-другому? Просто, ну, понимаете, я не хочу, чтобы там ребенок мой, да, находясь там в детском саду, был где-то белой вороной, да. Вот Михаил говорит, что мы поступаем неправильно, когда так делаем, что можно без этого. Но это же диктует, не мы диктуем, это именно общество диктует, просто, а мы зависим от него. От среды очень сильно зависит, потому что до определенного возраста у меня действительно дети немножко соревновались. У меня вот Алена и Архип, они где-то почти по годке. Если одному подаришь, другой обязательно сравнивает. Вот это самая большая проблема. У меня доходило до таких слез, что приходилось покупать на день рождения подарок Архипу, но Алене тоже обязательно нужен был подарок. И наоборот, то есть никогда нельзя было прийти. Я уже на каком-то этапе сначала думал, что мальчику одно, девочкам другое, а потом я понял, что нужно покупать всем все одинаково, и чтобы совершенно не было никакой разницы. У меня был друг, одноклассник, и в третьем классе я узнал, что ему отец платит за пятерку определенную сумму денег, а за четверку чуть меньше. Это то, о чем мы хотели поговорить на самом деле. Ну, для меня это было дико, просто тогда в третьем классе для меня это было дико. А когда ты стал папой, у тебя был соблазн мотивировать детей деньгами за что-то? Никогда. За уборку? Никогда. Учили вы их копить деньги, дарили вы им копилки. Как это все происходит? Ну, я скажу о том, что у нас есть такие копилки, потому что мелочи набирается в кошельке, ну, какое-то количество, и мы решили, что пятерки и десятки, это так не по-государственному, но складывают в определенные копилки. На переплавку. На переплавку, да. Я говорю, вот дочь приводит замуж, мы будем бросать, чтобы они вениками там подметали. Для этого копим. Дети у меня копят деньги нечаянно. То есть, например, на день рождения подарили деньги там бабушке, дедушке, тетушке, и у них какая-то сумма набралась. Но вот каждый раз получается одна и та же история. А вы потом вместе советуетесь, куда их потратить? Вот, Максим, знаешь, как получается? В какой-то момент, когда в семье вдруг пусто, достаются эти деньги и тратятся на семейные нужды. Мне иной раз как бы жалко о том, что вот так вот не на себя потратил ребенок, не себе что-то купил. Но, возможно, просто вот действительно нет какой-то такой потребности. Вот пойти и устроить себе шопинг. Нет, может быть, от этого удовольствия. У вас, конечно, дирижливость была. Она была свиньей, была куплена специально, то есть копился на велосипед. То есть, Мелания захотела конкретно. Я говорю, слушай, ну, раз хочешь, накопим. Я говорю, бабушек, благо, много братьев, дядей, тетей и крестных. Я говорю, накопим, все нормально. Я говорю, я туда еще буду все накидывать. Копилку взяли побольше, чтобы так, как велосипед большой, чтобы туда можно было и бумажные заставать. Я понял, что ребенок у меня бережливый. Он даже не вздумал вообще ни разу там посчитать или залезть. То есть, она такая была упакованная, то есть, ее пока до конца уже туда влазить не будут, все, ее не разоберут. А у меня сейчас мысль такая пришла. Может быть, у детей сейчас нет хобби? Вот на самом деле, ведь я вот не вижу такого, что вот, как раньше мы увлекались. Вот я занимался собирательством марок, как потом это назвали, филателии, да. У меня всегда требовались деньги. Я всегда клянчил. То же самое, достаточно затратное дело. Я всегда удастил на желе из копилки эти деньги, потому что если в соседнем киоске появлялась новая марка или серия, мне нужно срочно было это купить, она обязательно. И вот какое-то вот это хобби, оно требует постоянно подсосок. А если нет вот такого влечения, потому что занимает, все время занимает учеба, занятия, уроки... Очень важный момент о том, что сейчас сказал Михаил. Может быть, это даже одно из самых ценных вещей, да. Не то, что понятие собирательства, как эта коробочка делала у Николая Васильевича в свое время у Гоголя, да. А именно познавание мира через какие-то вещи. Пусть это будут марки, пусть это будут спичечные коробки, пусть это будут, я не знаю, там, ножи консервные, к примеру. Я знал таких людей. Не важно, что это будет. Это будут картинки от мультиков для маленьких детей. Поймите, когда ребенок начинает заниматься подобного ухода, но если отец рядом сидит и говорит, о, да, давай мы посмотрим, откуда это задает вопросы ребенку, то тогда вот это собирательство, в лучшем смысле этого слова, будет решающим вопросом ценности того, что происходит. Но тогда и тратя деньги на это, человек будет четко знать, какую долю денег тот же ребенок, тот же подросток, тот же уже 20-летний, допустим, парень и девушка, будут знать, какую часть денег будет тратить на свои собственные интересы, а какие на простые забавы. Вот это очень важный момент. Вы не пробовали проводить такие эксперименты, да, вот давать какую-то определенную сумму ребенку, а запускать, чтобы он в эту ограниченную сумму уложился. Нет, самое смешное, что пробовал я, то есть эти деньги лежали долго. Она очень долго думала, предположим, что приобрести на эти деньги, потом она передумывала и думала, что я буду еще копить, потом она передумывала и в итоге купила кухню. Ну, вообще такие эксперименты проходят постоянно, это с продуктовыми магазинами. Если я вспоминаю, меня раньше мама посылала за продуктами, то она четко говорила, что нужно купить. То есть столько-то бутылок кефира, столько-то бутылок молока, таких-то бутылок. То есть это было все четко и нужно было выполнить этот заказ от Адая. То есть сейчас даешь деньги и говоришь о том, что ну вот иди сходи в продуктовый магазин, нам вот нужно что-то там к ужину купить, у нас сегодня на ужин то-то вот что-то купить. И тогда уже ребенок сам начинает фантазировать. Ну, я вот думаю, если взять по Аленке, то вот 12 лет, может даже 11. А не бывало такого, что вот так ушла в магазин и купила что-то непотребное? То есть типа 150 жвачек, жвачки же в доме нужны, да? Да, 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 килограмм и рисок там группа. Нет, такого не было? Но бывает такое о том, что если сейчас вот лично в этот период времени ребенку нравится какой-то продукт, например, йогурт, то может про запас взять, потому что съедят все, и мне нужно, чтобы у меня обязательно осталось. Это, конечно. Нет, они, безусловно, такие же люди, как мы все. То есть смотришь, вечером вдруг окажется какая-нибудь пачка творожка про запас на рабочем столе среди учебников. Почему не в холодильнике? Не надо, пускай здесь будет, потому что мало ли что, мало ли что. Здесь целее, да, будет? Вы знаете, мне кажется, что система поощрения детей деньгами, когда мы платим за оценки, платим за какую-то работу, это такая очень американская история, это лично мое мнение. Давайте посмотрим, как на Западе и на Востоке вне России дела обстоят с воспитанием у детей какого-то отношения к деньгам. Деньги детям не игрушки, считает большинство родителей в мире, поэтому с малых лет приучают детей обращаться с деньгами по-взрослому. В Германии, к примеру, родители, выдавая карманные деньги детям, взимают 20-процентный налог. В среднем на карманные расходы в Европе детям на неделю выдают от 5 до 30 евро в зависимости от возраста. Во Франции деньги принято копить. Некоторые родители специально покупают детям кошельки, где в разных кармашках можно хранить деньги для больших покупок. А вот в Англии родители не торопятся приучать детей к финансовой грамотности, чтобы не лишать их детства. Но все равно выдают карманные деньги и доплачивают за домашнюю работу. Правда, когда ребенок вырастает и начинает работать, но все еще живет с родителями, то он отдает семейный бюджет 10% от своего заработка. В Швеции деньги для карманных расходов детей, как ни странно, выплачивает государство. Правда, до 16 лет их получают родители. Так как в шведских школах ничего не продается, а питание бесплатное, то деньги тратятся в основном на игры, развлечения и субботние сладости. В Швеции родители нередко предлагают детям софинансирование накоплений. Интересно, что в этой стране многие еще в школьном возрасте начинают свой бизнес. По данным на 2010 год, собственные компании были почти у 20 тысяч учеников. В Америке родители считают крайне важным прививать финансовую грамотность детям. В школе специальных предметов для этого нет, но зато большой популярностью пользуются финансовые лагеря и детские финансовые академии. В Штатах очень распространены кредиты, которые ученики колледжа оформляют при поступлении, а потом погашают со своей зарплаты. Интересная традиция по поводу денег существует в Турции. Там деньги дают за поцелуи. Происходит это во время семейных праздников. Конечно, многие школьники и подростки подрабатывают. В Америке и Европе наиболее популярный вид заработка – это бэби-ситинг, то есть работа нянькой. Как мы видим, на Западе все гораздо жестче, чем мы говорили. Что запомнилось? Какой опыт ближе к какой стране? Из перечисленных, из просмотренных? Не знаю, мне лично никакой. Я все время думаю, почему так. Наверное, все-таки мы хлебосольные, что ли, мы открытые. Потому что, я вспоминаю, в Норвегии когда был, мы разговаривали с одной официанткой. Она жена Деда Мороза. Она с России переехала, жена Деда Мороза. И она рассказывала, как очень тяжело ей привыкнуть. Она не может к этому привыкнуть. Про то, что когда встречаются даже с детьми, возрослевшими, то есть они приезжают к ним, они рассчитываются в ресторане, каждый за себя. То есть папа за себя, я за себя. Я уже несколько лет живу, жена Деда Мороза являюсь, и не могу к этому привыкнуть. Потому что, если я зашла к свекрови и выпила у нее чашку чая, то это как-то потом считается между сыном и матерью. Это понять очень тяжело. Мы совершенно другие. Я не говорю, что это плохо. Наверное, вот просто какие-то традиции такие случились. С какого момента ребенок должен, по вашей оценке, должен начинать зарабатывать деньги? Чем старше, тем лучше? Мне кажется, да. Есть у группы Чаев замечательная песня «Шаляй-валяй». Вот когда я ее слушаю, мне всегда хочется детям дать возможность еще побольше побалдеть. Потому что такой график у них сейчас, такой темп, у меня такого не было однозначно. Школы, тренировки, секции, домашние задания, которые смотришь, я не учил так вечером, так вот допоздна сидел, ложись спать, да вот мне еще нужно доделать. Такого не было. Наши гости хотят сказать, дорогие дети, много денег – это не то, что вам сильно надо. Идите, работайте, когда закончите университет. До этих пор мы вас будем задержать. В принципе, да. На самом деле я немножко удивлен, с одной стороны, с другой стороны, я как-то зарядился оптимизмом сегодня, потому что мне-то казалось, что это вот я воспитываю какого-то альтруиста, а вот другие-то, наверное, учили своих детей зарабатывать с двух лет, понимаешь? А оказывается, нет, оказывается, я не одинок, оказывается, действительно, люди вокруг считают, что деньги не главное, тем более в таком юном возрасте. Ну, давай просто отметим, что это именно, да, конкретные отцы, которых мы сегодня пригласили, они не настаивают, они не говорят, что это обязательно, просто они так делают, они так воспитывают детей, они хотят, чтобы дети столкнулись с деньгами как можно позже, и не мотивируют их зарабатывать с самого раннего детства. А вам решать самим. С вами была программа «Отцы» Максим Куренков, Тарас Термалаев. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok